Сегодня глава Чувашии принял участие в обсуждении важных изменений в законы, которые планируют принять на федеральном уровне. На повестке двух заседаний, прошедших в режиме видеоконференц-связи с руководителями регионов, борьба с распространением наркотиков и незаконным оборотом продукции. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В ряде регионов страны объемы наркоторговли продолжают увеличиваться. Причем нередко в незаконный бизнес вовлекают тех, кто уже отбывал сроки за продажу психотропных веществ. Одна из задач – создать эффективную систему социальной реабилитации осужденных. На одном из недавних заседаний в Доме правительства глава республики поручил открыть специализированные лечебные центры в исправительных колониях. Чтобы получить результат достойный, чтобы ни один человек по решению суда не остался в стороне, а прошел все те процедуры, которые обязаны пройти. То, что ему по нормативу, по функционалу прописано. В ближайшее время в стране будет принята стратегия антинаркотической политики до 2030 года. Этот документ станет основополагающим в работе властей регионов. Сейчас одна из главных проблем, которые необходимо решать – реализация психотропных веществ через интернет. С продажей наркотиков в интернете начали бороться и кибердружины. Они занимаются поиском сайтов с противоправным контентом. Министр внутренних дел страны отметил, что эту инициативу необходимо поддерживать. В этом движении участвуют школьники, студенты, преподаватели образовательных организаций. Они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и оказываются действия органов внутренних дел. В современных условиях они должны стать неотъемлемой частью цифрового просвещения и обучения. Еще одна проблема – реализация сильнодействующих препаратов в аптеках без рецептов. Пресечь незаконный бизнес должны помочь новые нормы Уголовного кодекса. Максимальное наказание нарушителям увеличили до 8 лет лишения свободы. В следующем году планируется ввести и систему маркировки бутилированной воды. Эту продукцию подделывают чаще всего. Каждый год в регионах страны из незаконного оборота изымают миллионы литров. Эту проблему с главами регионов обсуждал министр промышленности и торговли. Мы знаем, что на основном контроле тема регионального оборота ванны находится в Совет Федерации. Работка вопроса ведется на площадке специальной рабочей группы по противодействию на законном обороту упакованной петиловой ванной, включая природную, минеральную, полонную. Вода – это очень существенный продукт для нашего организма, имеет накопительный эффект, как было сказано, как положительный, так и отрицательный. Поэтому этому вопросу придается очень большое значение. Завозимой в магазины региона бутилированной водой Михаил Игнатьев поручил наладить тотальный контроль. Дмитрий Ковалев и Валерий Лисюков. Республика.